Вселенные паучков, новый план Марвел, успех Дэдпула и Росомахи и два новых фильма о пиратах Карибского моря. Привет, бои и скануты, с вами Кьюбайт. Это свежие новости, будем обсуждать, что там интересного произошло в гиковском мире за последнюю неделю. Это горячий чай, надеюсь у вас что-то подобное. Ну, в общем, приятного аппетита, приятного там делания ваших дел. Погнали. Анимационная вселенная 90-е. Продюсер Людей Икс и вообще анимационного подразделения Марвел, Марвел Анимейшн, он теперь носит название, Брэд Виндербаум сообщил, что это прекрасная вселенная. Я напомню, или вам открою эту дверь, не думаю, что это большой спойлер, потому что в целом, если вы смотрели эти мультсериалы в детстве или даже в подростковом возрасте, то вы знаете, что в них появлялись и Мстители, и Сорвиголова, там, Человеке-пауке 94-го года, и Халки, ну, короче, не помню насчет Халка, Железный Человек, Капитан Америка, то есть все они так или иначе появлялись, и они плюс-минус в одной вселенной. Это можно связать, если сильно захотеть. И вот это продемонстрировали в Людях Икс 97, в самой последней серии, очень много разных прикольных, приятных камео. И, казалось бы, это намек на то, что эта вселенная получит развитие, но вот продюсер говорит, что да, это действительно здорово, ну, получить какое-то окошко такое в эту вселенную, тем более это даже, знаете, как бы окно в прошлое, потому что это ностальгия, это в тренде, это 90-е, все помнят это из детства, и там еще и разные герои, да вообще классика, здорово. Но он говорит, что Люди Икс пока будут править балом, и Люди Икс для них во главе угла. Да, есть другие герои, видимо, это намек на того же Человека-паука 94-го года, но, судя по всему, вот прямо сейчас они продолжать его не хотят. Либо же они скрывают и хотят продолжать, потому что, ну, если это не намек был в последней серии, то я не знаю, что, потому что это как будто, знаете, закрытие гештальта типа детства. Вот Человек-паук получил, ну, он спас Мэри Джейн, он ее нашел, они живут счастливо вместе, он борется со злодеями, ну, продолжает геройствовать, потому что мы видели его и в костюме Человека-паука, но пока продолжение истории мы не видели. Надеюсь, в таком же ключе, в таком же формате, с таким же качеством, я имею в виду, не визуал даже, потому что визуал там, ну, нормальный. Он не какой-то фантастический, но и непосредственный. Но именно в плане проработки истории сюжета. Хотелось бы увидеть продолжение. Ну, это база. Дэдпул и Росомаха. За два месяца до релиза фильма запустилась предпродажа билетов, чтобы люди, которые хотят попасть в первый день, не успели купить самые приятные или неприятные места, где-то там сверху, сбоку. Но, тем не менее, они смогли заранее купить и ждать уже выхода фильма. С этим вместе, с этой новостью появился и новый трейлер. Ну, он совсем коротенький, но так всегда было. То есть, когда и Мстители Финал, и Война Бесконечности, и вообще любой фильм Марвел выходит, то выпускают специальный еще трейлер, который насыщен разного рода такими сочными кадрами, чтобы завлечь зрителя, чтобы он захотел купить билеты. Ну, очевидно. И там бывают всякие камео, показывают прикольные штуки, вот прям такие money shot они называются, то есть такие денежные кадры, которые приносят много денег, вот, на покупки билетов, на продажу. Вот, короче, запустили этот ролик, на самом деле он не сильно отличается, я даже записал реакцию, но я выложил ее в Телеграм, потому что ролик минутный, очень мало новых сцен, но он веселый, Дэдпул Росомаха по-прежнему уморительный. Но плюс с этим запустили новый постер, ну, выложили, он, кстати, мне очень нравится, он и в движении, и в стиле прошлых постеров, то есть белый фон, два персонажа, но они классно взаимодействуют на постере. Все, что нужно, в общем-то, есть. Плюс новые кадры появились, и появился, появился ряд реклам, промо-роликов, где Дэдпул и Росомаха вместе как-то взаимодействуют, то есть Дэдпул с Росомахой, Хью Джекман с Райаном Рейлинсом. Появился даже крутой ролик, где о нем были слухи, где они предупреждают, что нужно выключать мобильные телефоны, вообще, в целом, ставить авиарежим, пока вы в кинотеатре, чтобы никого не беспокоить. Ну, или беззвучный хотя бы поставить. И это выглядит шикарно. Росомаха прям матерится в камеру, кричит, вырубайте телефон, Дэдпул его останавливает, это выглядит замечательно. То есть, вот такое я бы с удовольствием перед другим, ну, это, естественно, как бы реклама перед другим фильмом, но в формате вот такого предупреждения сделано, очень круто. Вместе с роликом, с постерами стартовала продажа билетов. За первые сутки они продали свыше 200 тысяч билетов за сутки. THR сообщают, что в первый день проката, когда фильм выйдет, он уже соберет около 100 миллионов долларов. Это очень-очень солидно. Ну, то есть, фильм, знаете, такой, это уверенный хит. В этом сомневаться не стоит, потому что два актера известных, два персонажа известных, у которых уже отличная репутация, они классно коллаборируют вместе. Они в комиксах, ну, типа, веселые, и фильмах, и эти еще и актеры-друзья. Ну, то есть, там вообще такая связь тесная, что он не может не собрать. Это что-то должно чрезвычайное произойти, какой-то форс-мажор. Так вот, фильм, ну, он наверняка соберет миллиард. Я не знаю, там, не хочу предсказывать какие-то прогнозы свои давать. Но, тем не менее, фильм будет точно хитом, это здорово. Но, конечно, у Марвел просто не оставалось никакого другого шанса. То есть, Дэдпул и Росомаха, это точно хит. А вот, что они еще могут такое, что может, как бы, посоперничать у них, пока такого козыря в рукаве нет? Да, есть Мстители 5, ну, Секретные Войны, естественно. Там, ладно, вот, я забыл про них. Там, да, ну, пока они выйдут, надо еще дожить. И, естественно, для франшизы Люди Икс, вообще, в целом, для Вселенной Фокс, это рекордные показатели, такого раньше не было. Это еще и рейтинг R, я напомню. То есть, это не просто там какой-то фильм, типа, Мстители Финал, там рейтинг, сколько, 16, да, по-моему, или PG-13, да, PG-13, по-моему, это было. Или что-то в этом духе. Ну, короче, 16+, допустим, был в России, а здесь 18+, это сильно ограничивает аудиторию. То есть, это подростки уже, ну, по закону они не могут идти на этот фильм, потому что с 18 лет. И билет они тоже купить как бы не могут. Да, естественно, им родители могут купить, а то все этот, ну, там, по идее, должны паспорт проверять или какой-то ID. Ну, короче, это сильно ограничивает аудиторию, и даже вот с такой аудиторией все равно сборы будут отличные. Тейлор Свифт, новость сильно связана с предыдущим блоком, с Дэдпулом, потому что очень много уже инсайдеров, очень много лет прогнозируют, что Тейлор Свифт может появиться в том же Дэдпуле, в Дэдпуле 3, потому что она дружит с семьей с Блэйк Лавли, с женой Райана Рейнольдсом, с самим Райаном Рейнольдсом, с Хью Джекманом, у них, короче, там такая прям банда. И вот она якобы может появиться, она еще на Хэллоуин надевала костюм Дэдпула, но непонятно в какой роли, если она и появится. А вот теперь появилась новость от Дэниля РПК от инсайдера авторитетного, что Тейлор Свифт сыграет не то, что в Дэдпуле 3, а у нее будет свой проект в Марвел, и он будет называться Призрачная Блондинка, по-моему, Блонд Фантом, или что-то в этом духе он называется в оригинале. Это проект про шпионку в 50-х, в Лас-Вегасе, про красивую женщину, которая шпионка. Звучит круто, ну, в плане Тейлор Свифт в этой роли, я уверен, что можно сделать еще с классным экшеном, это типа как атомная Блондинка была с Шарлиз Терон, от Дэвида Личи, если я не ошибаюсь, короче, типа Джон Уик, но только не Джон Уик. Вот, в смысле, с таким же экшеном, с таким же подходом, и это может круто сработать, типа Джеймс Бонн, Джон Уик, вот так как-то связать, еще и Тейлор Свифт, и можно каким-нибудь песней дать, и вообще будет здорово. Проблема в том, что это вообще никаким образом не Марвел, ну, Марвелу этот фильм не нужен, этот проект, это может делать любая другая студия под любым другим названием. Зачем это нужно Марвелу, непонятно, Марвелу нужно делать ставку на проверенные проекты, которые будут приносить прибыль, чтобы как бы разгоняться, потому что у них сейчас такая вот, они прям буксуют, у них есть хиты, люди их зашли классно, Дэдпул зашел классно, выпускаете дальше тоже проверенные проекты, чтобы держаться на плыву, а когда вы уже немножко, станете поувереннее, можно опять экспериментировать, выпускать что-то такое необычное, что если не зайдет, то ничего страшного, и как бы репутации вы сильно не потеряете, и люди будут ходить дальше, потому что сейчас люди сильно опасаются идти на фильмы Марвел, ну, я Дэдпула не беру во внимание, потому что там понятно, что за актеры, что о чем, вот, а на какие-то новые проекты, типа там, не знаю, я имею в виду новые герои, ну, вот по типу там, Шан-Чи или какой-нибудь, Мисс Марвел, Лунный Рыцарь, Женщина Халк, люди не знают, а хороший ли это будет проект, стоит ли тратить деньги, время, и вообще как бы в это вливаться, если это может быть неинтересно. На мой взгляд, из еще проверенных проектов, ну, понятно, Мстители, кроссоверные штуки, там, Сыновья Полуночи, которые, да, можно сверхъестественные, с 18+, и там, собрать, еще если туда Доктора Стрэнджа, ну, смогут запихнуть, то это будет крутая команда, потому что Блэйд, Доктор Стрэндж, Лунный Рыцарь, или там, еще Вонга добавить, он веселый для комедии, ну, и других, там, ночного оборотня, все это подобавлять, и они будут драться с какой-нибудь, типа, дочерью Дракулы, да, это будет прикольно. И, наверное, Призрачный Гонщик с Райаном Гослингом, это было бы тоже здорово, это такой, тоже, как будто проверенный хит, но Марвел, как будто к этому пока не спешат, у них есть, ну, мы сейчас дальше еще дойдем, но в этом, например, году выходит еще сериал про Агату. Мне его хочется посмотреть, но я уверен, что это не популярное мнение, как будто. Люди Икс, фильм, появилась информация, которая уже подтверждается, там, издание по МТХР, то есть, или Дедлайн, авторитетными прям сайтами, это не инсайдерская, хотя до этого, про этого же человека сообщал инсайдер Джефф Снайдер, на которого я иногда грешу, что он может что-то неверное давать, но в этом случае он оказался полностью прав, издание подтвердило его информацию, и действительно, сценарист Майк Лесли, который писал Ассасин Скрит, это который с Фассбендером был, я его не смотрел до сих пор, но я еще тогда такой, ах, ну выглядит как просто фильм по видеоигре, чтобы заработать деньги на бренде, на франшизе, и вот последние голодные игры, которые баллада о змеях, и сказках, или там певчих пиццах, короче, вот это вот, он, он писал эти два фильма, и когда ты смотришь такой послужной список, ты не совсем понимаешь, то есть, Марвел, нужно круто подходить к новым проектам, чтобы не потерять зрителей, это должен быть хороший такой сценарист, матерый, который напишет классный крепкий сценарий, и они берут вот такого человека, не знаю, чем они руководствуют, им, конечно же, виднее, я, то есть, вообще чувак, который там из комнаты что-то вещает, вот эта вот говорящая голова, но, тем не менее, со стороны просто это выглядит странно, что у человека нет каких-то громких проектов, голодные игры, по-моему, нормально собрали, но тоже как бы не прям супер сверх, кредо убийцы, вот этот Ассасин Скрит, он провалился в прокате, и сценарий там явно не какой-то суперский, поэтому непонятно, но может быть они что-то знают, наверняка, и он хорошо работает, мэчится как-то со студиями, слушает правки, внимательно все как бы анализирует, ну и умеет искать компромисс, то есть работать в команде, для Марвел это тоже очень важно, потому что мы помним историю с невероятным Халком, с Мстителями, когда Эдварда Нортона, классного, на мой взгляд, Халка, Брюса Бэннера, но из-за его мани везде влезать, и все править, и как бы такой, он как контрол-фрик, когда он хочет делать все сам, там и снимать, и писать, и играть, и везде он сам, главный, его просто выкинули, и наняли Марка Руффало, который гораздо более дружелюбный, и он тоже классный Халк, Брюс Бэннер, но другой. По поводу проекта о людях Х, нового фильма, разная информация ходила, я даже записывал блоки для предыдущих новостных роликов, но я вырезал, потому что там какая-то скучная была штука, то есть там какие-то проекты, там что концентрировать, они будут вот на таких, на новых персонажах, они не будут брать страницы, я не знаю почему так, но вот есть еще информация инсайдерская, что это все будет сосредоточено изначально на другой земле, которая появилась в Марвелах, помните где Моника Рэмбо проснулась, а там зверь уже, этот вот, ну и короче там уже есть Люди Икс, и вот якобы оттуда начнется это все, и постепенно там в секретных войнах это перетечет, все смешается в одну, и будет одна единая вселенная с смешанными персонажами, поэтому это и мягкая перезагрузка, то есть у нас будет и Фантастическая четверка из другой вселенной, и Люди Икса с другой вселенной, и из третьей вселенной вот это наше оригинальное, все это потом смешается вместе, и будет вот такой винегрет, как вам такая идея, что думаете? Человек-паук 4, наконец-то появились новости по препродакшену, то есть проект действительно куда-то движется, вроде как в ближайшее время, ну в ближайшие недели могут объявить режиссеров, или режиссера, дело в том, что инсайдер Джефф Снайдер говорит о том, что режиссеры, которые снимали Мисс Марвел сериал, которые ставили, которые ставили Бэтгерл отмененную, которые снимали плохих парней, ну вот эти Бэтбойс с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, я вспомнил сам его имя, фамилию, якобы они могут занять посты постановщиков, режиссеров, и это, кстати, прикольно, потому что в Мисс Марвел была хорошая постановка, там некоторые сцены, как-то, знаете, такой дух, какая-то дух авантюрства, авантюризма, наверное, правильно сказать, ну подростковый, он есть там, хотя Человек-паук уже, ну, немножко шагнул выше, чем Мисс Марвел в плане взросления, он уже повзрослел, вот в Хоум Каминге это бы больше подошло, но там тоже мне понравилось, как Джон Уотс к этому подошел, и там взял фильмы Джона Хьюза, они вдохновлялись этим всем, Том Холланд даже в школе учился в американской, под прикрытием, ну всякие такие штуки, короче, ну, мне нравится, как они ставят фильмы, я плохих парней 3 еще не смотрел, вот 4-й будут выходить, но по-моему, они там не режиссеры уже, или может быть, да, вот, они, по-моему, да, они еще остались, и они, ну там, по трейлерам, они здорово все снимают, у них классно получается, так что я хотел бы, чтобы они попробовали и Человека-паука снять. My Time to Shine Hello сообщает о том, что Веном, во-первых, появится в Человеке-пауке А4, он будет не главным антагонистом, но он, видимо, это будет вот эта история, когда сначала он появляется, он злодей, а потом бах, он союзник, ну он такой антигерой, но он союзник героя, ну что-то в таком духе, я не знаю, как Том Харди появится, возможно, в Веноме 3 он вновь переместится, потому что это для меня, наверное, одна из тупейших арок, это Sony нужно пожать их в вот эту виртуальную руку, только прикрепить сюда электрошокер, потому что это очень странный был мув, когда они во втором Веноме такие, он во вселенной Marvel, потом в Человеке-пауке 3, он возвращается во вселенную Sony, зачем это делать? Чтобы оставить кусочек симбиота, выглядело это очень смешно, нелепо это, как будто они до конца сами не знают, чего они хотят, но тем не менее, вот так работают Sony, короче, Вена может появиться в Человеке-пауке 4, и Мориса Томей появится тоже в Человеке-пауке 4. Как? Зачем? Я не знаю, что это будет, это звучит очень плохо. Ну, вдруг, если вы не поняли, Мориса Томей, это тетушка Мэй. Тетушка Мэй умерла в Нет пути домой, и это была смерть, смерть равносильно смерти дяди Бена, то есть это переворот, ну, ключевой момент в жизни Петра Паркера, такой переворотный, вроде, да, так можно сказать, короче, где она ему сказала, чем больше сила, тем больше ответственность, то есть это то, что его сначала сломило, но это опять заросло, как, знаете, кость, и он стал крепче. Я не уверен, что это так работает, вы поняли, но видимо, это из какой-то другой вселенной, из вселенной Сони, где есть Веном, не знаю, звучит плохо, но может, это будут флешбеки, зачем они нужны, тоже не знаю, но может быть и так. Сериал про Вижена. Терри Маталас, который снимал Звездный Путь, Пикар, он займется, он станет шоураннером сериала сольного про Вижена, про белого Вижена, соответственно, то есть это, наверное, тот самый Вижен Квест, где нам покажут белого Вижена, который вновь пытается обрести память, сознание, ну, вернуться к, не знаю, изначальному Вижену, вот, обрести цвет, грубо говоря, нам покажут наверняка семью андроидов, детей Вижена, может быть, пса, ну, то есть, какую-то такую жизнь в субурбии, типа, американскую мечту, хотя, по сути, мы это видели в Ванда Вижен, но что-то, наверное, это может быть что-то более триллерное, хоррорное, хотя я сильно сомневаюсь, может быть, какой-то, какая-то мета-шутка все это будет, не знаю, как они это вывернут, но, тем не менее, сериал про Вижена реально будет и выйдет он в 2026 году, потому что я думал, что его отменят, и пока слова Бубайгера про то, что он меняет план, ну, хочет, типа, прям продвигать такие уверенные проекты, поэтому он запускает старые мульты, звучит странно, Агата выйдет, Железное Сердце выйдет, Вижен выйдет, хотя, там, того же Вижена можно было отменить и сказать, ну, типа, попозже, там, все эти проекты остаются и непонятно, в чем тогда изменение, они просто сделали меньше анонсов, но все то же самое продолжают делать. Блейд, мне даже как-то неловко говорить про этот фильм, потому что он какой-то печальный, Майкл Грин, сценарист, который писал, там, Бегущего по лезвию, Логана, и писал, вроде, классный сценарий для Блейда, он больше не является сценаристом, как сообщают, и теперь ищет другого сценариста Марвел, но заявляет, что, ну, как бы, вот этот источник заявляет, что, там, не переживайте сильно, это просто, чтобы правки какие-то внести, то есть весь костяк останется все, все по-прежнему классно. Съемки якобы начнутся уже осенью этого года, но я не знаю, что из этого проекта выйдет, когда столько раз переписывали сценарий. Очень хочется надеяться, что они сделают, отполируют, и просто вот Боб Айгер там с Кевином Файгетки, надо сделать хорошо, и они очень сильно просто стараются, но пока выглядит, как будто они выдавливают то, что не выдавливается, и выйдет плохо по итогу. Инсайдер Дэниэль РПК сообщает, что Сони все-таки хотят продолжить истории паучков Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда, пока непонятно в каком ключе, но то есть это будут их собственные линии, возможно, это будет какой-то общий фильм, типа как был «Нет пути домой», и там по чуть-чуть как бы вкрапления были их сюжеток, то есть мы узнали, что Эндрю Гарфилд был там злой, какое-то время после смерти Гвен Стэси, он какой-то был весь в себе подавленный, и мог натворить много плохого, Тоби наоборот, как бы, ну, точнее, не Тоби, ну, его Питер, он остепенился, он успокоился, у него есть семья, ну и в общем их сюжетки будут продолжать. Если сделать «Человека-паука-4» и нового «Человека-паука-3», будет замечательно, но как будто на это рассчитывать не стоит, у Сони планы постоянно меняются, у них как-то все вот так взвинчено, ну и актеров будет уговорить очень сложно и дорого, самое главное. Стив Карл, супер смешной и классный дядька, сыграет в новом сериале Билла Лоуренса, который создатель «Клиники», Теда Ласса, «Терапии», все эти три сериала очень советую, они мне очень нравятся своей теплотой, добротой какой-то, не знаю, у них есть какой-то в них уют в каждом из этих сериалов, очень советую посмотреть хотя бы какой-то один из них, но можете начать там с того же Теда Ласса или с, ну, они более свежие, скажем так, посмотреть или «Терапию», там сейчас один сезон, это, наверное, проще для старта всего, потом можете «Клинику», и это все вам должно понравиться, потому что это, это не то, это, знаете, там классный, классный симбиоз веселых и очень грустных серий, которые, ну, здорово работают на зрителя, это вообще супер, короче, обожаю его проекты, и вот это новый сериал со Стивом Карлом, который расскажет о взаимоотношениях писателя со своей дочерью, и все это будет происходить в кампусе колледжа, звучит как очень просто, но обещают что-то такое тоже уютное, очаровательное и смешное. Пока когда это выйдет точно неизвестно, но все это будет выходить на HBO. Стив Карл, Билл Лоренс, мне уже продано, буду смотреть, и вам советую. Джерри Брукхаймер подтвердил разработку сразу двух проектов во вселенной «Пиратов Карибского моря». Первый проект, это, по сути, мягкий перезапуск всей франшизы, в котором, возможно, в качестве камео появится Джонни Депп и его Джек Воробей, капитан, возможно, не капитан Джек Воробей. Вот, и второй проект, ну, то есть, это пока такой, непонятно что, но, возможно, там Джек Воробей будет передавать, как бы уже прям, вот уже полностью передавать, знаете, всю франшизу. И, кстати, были слухи про Остина Батлера, и он реально выглядит прикольно, как новый Джек Воробей, ну, я не знаю, как это можно подать, может быть, какой-то его сын или еще, ну, это уже, конечно, будет Санта-Барбара, но, тем не менее, такое можно сделать. И он, мне кажется, мог бы отыграть, он мог бы вжиться в это, потому что, как он вжился в роль, как его зовут? Элвиса Пресли, я даже скукожился, как на гифке, вот в этой, вот, от Кринжа. Элвиса Пресли, как он вжился в его роли, до сих пор говорит его голосом, вот примерно то же самое, я думаю, он смог бы сделать примерно ту же работу, что сделал Джонни Депп, хотя, конечно, его уже не повторить, и это, ну, это будет совершенно другой персонаж, может просто получиться тоже неплохо. А второй проект, это будет что-то отдельное, где Марго Робби все-таки вроде как сыграет главную роль, и это будет про женщину-пиратку, но Марго Робби мне нравится, как актриса, она смешная, в ней сочетается, как вы знаете, в Джонни Синни, сочетается какая-то и серьезность, и юмор, вот, что еще надо для счастья? Короче, наверное, не ждем, но посмотрим. Битлджус, Битлджус, третий раз произносить не буду, возможно, вышел, во-первых, новый постер, новые промки, постеры персонажей, они замечательные, кстати, и вышел новый полноценный трейлер этого фильма, и он замечательный, то есть, это действительно из разума Тима Бертона, потому что это выглядит, как проект из, вот, вот той эпохи первого фильма, там, 80-х, даже 90-х, это сочетание, там специально сделана, как будто визуальная графика, не очень, спецэффекты, ну и специальный эффект, я имею в виду, который, то, что иногда путаю, типа, спецэффекты и визуальный эффект. Вот, короче, это выглядит супер, я такой, блин, офигенно, вот, я очень хочу посмотреть, надо будет пересмотреть первый фильм, потому что я его смотрел только в детстве, надо будет, прям перед просмотром, это, кстати, выходит в сентябре, этот фильм, в сентябре, по-моему, шестого, и выглядит прям здорово, очень хочется глянуть, Майкл Киттон возвращается к роли вот этого самого персонажа, они будут третий раз говорить, чтобы не вызвать его, ну и Джена Ортега играет роль, она поменялась с матерью, по сути. Кстати, рад, наверное, больше всех, из всего актерского состава, за Уильяма Дефо, он гений, ему уже сколько лет, он продолжает, он с каждым годом, он все чаще и чаще появляется на киноэкранах, и на, кстати, на ТВ-экранах он меньше появляется, его зовут во все проекты, ну потому что это крутой, харизматичный дед, который выглядит офигенно, вот, я готов ему аплодировать, очень люблю его, один из моих любимых актеров, короче, он крут, и в этом фильме он тоже будет крут. И последняя новость на сегодня, это игра по что если, не сказал бы, что это мой любимый проект от Марвел, далеко нет, один из самых худших, но это игра для Apple Vision Pro, которая представляет собой, ну, VR-игру, эксклюзивную, мы видим наблюдателя, который представляет нам сюжеты, и это выглядит как какой-то новый сезон с новыми эпизодами, ну и плюс игра, интерактивное кино, что-то вот такое. Из интересного, там какой-то новый персонаж, который похож на Хаша из DC, но он, видимо, он там и камень, силы берет, и против этого Красного Стража дерется, то есть, кто это, непонятно, какой-то загадочный персонаж, возможно, в этом будет какая-то ключевая загадка этой игры, плюс, по-моему, там Кэрол Денверс становится вообще новой, я внезапно такой, вау, ну, то есть, она является как будто членом корпуса нового, но она очень похожа на новую, как супергероя, вот, ну, там много разных интересных кадров, вы сейчас их видите на экране, любопытно, мне просто было бы интересно, там, вот, Даня Поперечный, ты смотрел мои ролики в Apple Vision Pro, ты там, когда посмотришь, напиши, что там интересно, есть что-то прикольное, пасхалки, отсылки, вот, мне это любопытно лишь, а смотреть, конечно, что если третий сезон, желания нет никакого, на этом все, спасибо, что посмотрели этот ролик до самого конца, если вам понравилось, поставьте лайк, если не понравилось, поставьте дизлайк, можете вызвать Битл Джуса, вот, получается, я три раза сказал в комментариях, пообсуждать, что вам понравилось, что не понравилось, какую-то тему разогнать, все это можно делать там, спешите, вот, и подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, новости выходят, ну и... пока все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok